Друзья, и снова всем привет! Мы продолжаем делать наш корабль. Играем в Stationers. И я сделал чуть проводов. Сейчас сделаю трубки. Нам осталось немного. Немного. Что? Давайте по базе. И плюс было обновление, поэтому пока делаются трубки, мы будем говорить про то, что у нас поменялось. Сделал я еще две панели солнечные. Сделал вот такой принтер. Секьюрити. Ой, точнее, вот он. Секьюрити принтер. И сделал вот этот биомейкер. Органик принтер. Сразу скажу по поводу вот этого органика. Делайте его только в крайнем необходимости и желательно через толстые провода. Иначе вот эти все у вас к чертям собачьим погорят. У меня погорело тут, наверное, проводов 10. Я за где-то, если не соврать, за 6 этапов я его сделал. Не сразу, потому что у меня тут проводка горела. Сгорела проводка на солнечные. Исправлял. И вот эти все проводки погорели. Поэтому очень много исправлений после вот этой всей штуки. Поэтому бегал так же я запасся меди. Золота, правда, не очень много. И золото можно вытащить из вот этой печки. Потому что CO2 у нас там полно. И что еще? Провел я тест небольшой с рудами в печку закидывая. Больше всего CO2 дает никель. Он дает, по-моему, 34 что ли процента. Я могу ошибаться, но больше всего. Золото и медь дает гораздо меньше. Золото дает, по-моему, 7 процентов. Медь там где-то около 4. Короче, ой, не медь, а это серебро. Но много шлака. Уголь и свинец и уран ничего не дают. И медь, по-моему, тоже к нему относится. Железо. Много иксов. Там около 80 процентов. Короче говоря, если мы на корабле хотим бесконечный кислород и CO2, чтобы у нас и гидроподника все работало, то мы должны никель закинуть. Что еще? По вот этим штукам добавили они такой вот. Кстати, сюда я поставил медицинский анализатор. Видите, у нас все хорошо. Вроде как все хорошо. Теперь расскажу про вот эту карточку. Поменяем сейчас картридж. Вот это поставим сюда медицинский. И у нас получился вот такой вот security анализатор, да, контроллер. Видите, несколько цветов. Ну, можно вот так, чтобы вот. Несколько цветов. И допустим, я хочу, чтобы вот этот вот, вот этот принтер, да, только был под, не знаю, там, желтым цветом. Я нажимаю левую кнопку мыши. Хопа. И он сюда добавился. Видите, здесь вот ничего нет авторизации, да, а здесь авторизация желтая. Это подсказывает мне, какой цвет выбран. Но у меня есть черная карточка. Я подхожу к черной карточке, с черной карточкой, и нифига я не могу его включить. То есть, доступен только по цвету. Соответственно, если я здесь поставлю, к примеру, не желтый, а черный, да, то с черной карточкой подхожу, и я могу включить. Очень клевая тема. Я думаю, что тот, кто строит большую базу, и тот, кто делает это в мультиплеере, очень зайдет вот такое разделение на... Все, добавился. Разделение на приватность, скажем так, то будет очень весело и круто, да. Несколько человек работает над какой-то большой базой, там, кораблем, проектом, и чтобы особо некомпетентные личности ничего не попортили, да, сделана вот такая штука. Ну, мне кажется, очень-очень будет клево тот, кто играет в мультиплеере. В сингле, конечно же, это не актуально вообще. Я просто построил, чтобы это проверить. Даже больше скажу, если в сингле сделать, к примеру, дверь там на защиту, то, если без карточки, то вы просто-напросто сфейлите все сохранения и не зайдете куда-нибудь, если просрете все это дело. Плюс ко всему... Что еще добавили? Добавили винтовку. Вот она. Есть патроны. Можно подсоединить. Можно пострелять. И эта винтовка где-то за 5 выстрелов ломает железную стенку, ребята. Так что... Можно уже что-то стрелять, что-то ломать. Я сбивал баночку. Вот эту баночку где-то краски желтой. По-моему, я нет. Не желтой какой-то я сбивал. И она... Вот-вот, я сбивала. Видите? Она попорченная. Я по баночкам стрелял. Она имеет шкалу теперь. Поэтому я потом после вот этой баночки думаю, блин, она наносит урон. Думаю, а если я собью железную стенку? Тестировал здесь вот эту железную стенку. И одну полностью испортила. Вот было 10, стало 9. Она пробила где-то за 5 выстрелов стенка. Обшитая стенка. Улетела просто нахрен. И стенки нет. Так что дверь можно выломать. Но сделали это, естественно, не просто так. Я думаю, что в скором обновлении, может быть, даже в следующем, добавить уже паучки. Паучки у нас будут как враги. Насчет других NPC и каких-нибудь там пришельцев не уверен. Но паучки, скорее всего, они уже есть в игре. Я думаю, что их уже сделают. Поэтому... Так, вот у нас еще 40 трубок. Здесь отключимся. Здесь отключимся. Возьмем все эти трубки. И пойдем на наш корабль. Корабль тоже изменился. Внутри. Во-первых, я его отсоединил. Потому что нам скоро взлетать. Остался только провод. Что у нас по кораблю? Ну, внешне ничего не изменилось. Кстати, флаг еще воткнул. Внешне ничего не изменилось. Единственное, что я сюда сделал в консоль. Но сейчас покажу внутри. Сейчас по всему пробежимся. Ну, начиная с двери. Теперь у нас есть здесь маяк. Радиаторы. Маяк работает, как только дверь открыта. Настроил я схему. То есть на маяк. Вот она. То есть вот сейчас единичка выдается. Ну, правда, электричества просто нет. Потому что вот эта дверь открыта. Дверь закроем, единички не будет. Естественно, будет все клево. Так, это мы сюда. То есть дверь настроил на маяк. Обогреватель и охладитель. Ну, то есть через пассивную вентиляцию. У нас настроена также автоматика. Что еще? Воткнул сюда криокапсулу. Подключил. Единственное, надо будет ее активировать через электронику. Вот сюда я впендюрил две штуки. Так что можно это настроить через переключатель. Только вот переключателя, по-моему, у нас нет. Вот что еще надо было сделать. Это переключатель. Да, логический контроллер у нас отсутствует. И еще. Переключатели. Сейчас посмотрим. Посчитаем, сколько нам еще нужно. Переключатель на вот этот. Переключатель на активацию вот этого звездного якоря. Теперь получается, что звездный якорь надо еще и активировать. Не просто включить. Так что два логического переключателя. Раз. Третий пойдет на включение откачки от печки. К сожалению, печка получается как резервуар. Поэтому я хочу ее полностью чистить. Я поставил здесь, там, этот насос объемный. Поэтому вот уже три переключателя. Потом. Три переключателя. Можно, конечно, вот сюда на эту кнопочку включить и вот эту схему вообще не делать. У нас обойдемся двумя чипами. Давай, наверное, так и сделаем. Мы немножко даже сэкономим. Так, значит, нам нужно четыре переключателя. Пятый пойдет вот сюда. Потому что вот этот фильтр тоже надо включать. Да? Пятый переключатель. И вот здесь я хотел переделать. Почему? Рассказываю. Вот это H2. Я закачал, ребят, эти... Как его? Ну, сейчас покажу. Давай сейчас вот это. Сейчас вытащу. Это на что? Стойка для скафандра я сделал. Фильтр. На азот. И еще одна консолька нужна. Сейчас покажу, ребят. Смотрите, я закачал сюда. Подготавливаемся мы уже к старту. Здесь у нас, как я и говорил, у нас чистый водород остался, потому что все распределилось. Здесь у нас труба ушла на атмосферу. Азот, кислород, водород... Ой, этот... Кислород, углекислый и азот. Азот будем тратить, потому что его некуда. Будем тратить на Jetpack. СО2, естественно, на гидропонику. Гидропоника дает, естественно, нам кислород. Водичка, естественно, пошла у нас по... Внизу корабля. Вот здесь у нас, по низу. Вот у нас водичка. И водичка сюда ушла. Вот у нас водичка. Водичка отдельно. К сожалению, я никак не смогу ее контролировать, да? Кроме как просто поставить консоль. В принципе, консоль я для этого и притащил. А, нет. У нас есть консоль на водичку. Вот она, консоль на водичку. Консоль на... Давай включу, покажу. Здесь у нас, значит, вот это баллон. Будем делать его внутренним. Там я здесь поставлю стекло. Вот я, видите, уже прорубил окно в космос. Провел трубу. Здесь нам нужно сейчас... Пока не забыл. Ну, давай по схемам пока. В общем, это у нас кислород, азот, углекислый. Показывается температура. Она должна быть комнатная. И показывается... Этот самый давление. Здесь у нас показывается давление в... Аж два улица. То есть, вот этот баллон. И здесь у нас водичка. А здесь у нас печка. Печка чистая, да? Как видите. Вот. Выключаем, чтобы зря энергию не жечь. Вот. И давай сделаем разводку от вот этой трубы. Дело в том, что я хочу сделать... Чтобы не просто этот баллон был внутренний, а чтобы он охлаждался при возможности. А это значит, что нам нужно его поставить. Хотя с другой стороны, может быть, он так и будет охлаждаться. Через ту пассивную вентиляцию, которая у нас стоит. У нас же вот здесь стоит пассивка. Вот она. И на улице через вентиль настроена уже автоматика. То есть, у нас климат-контроль уже настроен автоматически. У нас автоматически настроены все кнопочки вот эти. То есть, они все рабочие. Вот. И климат-контроль у нас тоже на автоматику уже настроен. Я подключил. И получается вот здесь на радиаторы уходит у нас через вот этот вентиль. Если вдруг температура будет больше, чем какая-то. Но уставки я еще не поставил. Я так вот приблизительно. Но если настроить, то у нас получается здесь... А, я так не смогу, да? Вот это вскрыть. Блин, я надеюсь, я шкаф не сломаю. Давай сохранимся. Вдруг шкаф сломаю. Просто шкаф стоит здесь. Так, вот здесь я смогу уже подкрыть под это? Не, не могу. К сожалению, придется вот это спилить. А, это не вот этим. Все, нормальный шкаф не сломался. Мне просто вот эти маленькие значения нужны. Это одноразово, в принципе, настроить. Поэтому, так, здесь у нас 300. Это у нас тепло, да? Через Alt. 300. Нет, не то. Не то. Точно. 310. А почему-то по десяткам так. Как мне по... По днеркам. А, вот так. 302 нам надо. А, можно вот так. То есть, без... То есть, это сотые прям, да? А это, короче, понятно. Если с Alt-ом вот эту кнопку тыкать, то она тоже еще уменьшается. 302. Здесь надо 290. Ой, подожди, сколько? 298, по-моему. 10, 98. 302. Ну ладно, я сейчас могу ошибаться. Мы посмотрим это. Просто это в кельвинах, а температура нам надо в градусах. Соответственно, мы уточним, как у нас там стоит, да? Там у нас, по-моему, на 28, что ли, и 24 стоит. Ну, не помню. Так вот. Так, да, надо заделать, иначе я буду проваливаться. Где у нас стекло? Вот эта вот штука, в принципе, может быть, она будет и через вот эту охлаждаться. А если нет, то вот отдельная ветка пошла наверх, в космос. И сейчас мы возьмем еще трубок. И сделаем там наверху еще разводочку. На всякий случай, вот здесь у нас будут еще радиаторы. Вот. Тогда мы сможем здесь спокойненько охлаждать. Если вдруг... Просто я как хочу настроить, чтобы если у нас превышается какая-то температура, мы спокойно ее охлаждали. И баллон вот этот у нас был внутренний. Охлаждался он через космос. Ну, как-то вот так сейчас сделаем. Такую радиаторную чистую схему. Короче, холодильник делаем все. Все, здесь нам хватит, чтобы трубок понапихать. Реальная такая радиаторная штука получилась. Вот. Сюда даже я хотел отдельно ветку кинуть на... На баллон, на всякий случай. Чтобы было, как говорится, чтобы было все. Все возможные отступы и так далее. Вот. Можно пока не подсоединять, а можно и подсоединить. Просто будет большой резерв, туда уйдет. Если что, мы сможем там всегда баллоном подсоединиться. Да? Все, здесь сделали. Теперь я хотел вот эту штуку, смотрите, перебрать. Для чего? Я понимаю, что откладываем старт, но с другой стороны я хочу, чтобы сделать до идеала просто довести наш корабль, иначе в космосе все это переделывать будет уже поздно. Здесь у нас стойка идет. И смотрите, ребята, здесь у нас, так как я закачал, здесь у нас чистый H2 получается. Вот, да? Чистенький, прям H2. И в баллоне, соответственно, H2. Но! Фишка в том, что нам нужен баллон под топливо. Именно смесью. И вот эта фишка уже как бы... Здесь-то у нас кислородная будет. Здесь водородная. Я хотел их смешивать. А может и не нужен нам отдельный баллон. Может и не надо. Просто если я вот этот баллон сделать со смесью... Просто, смотрите, у нас получается два баллона H2. Они нам особо не нужны. Получается, что вот этот вроде как шлаковый, но он разбавляет тот баллон. Ну ладно, пока так оставляем. Тогда вот эту схему я хотел перебрать вообще полностью и сделать не так. Потому что я здесь уже поналепил и подумал, что здесь очень много на самом деле уходит. Много лишнего получается. Не нужно это делать. Там Богдан делал, когда экономил ресурсы, а я нифига не экономлю. У меня тут миллиард просто всего. Поэтому нифига. Хопа. Так. И вот это тоже спилим. Во. Спилили. Сюда. Тогда стойку мы отсоединяем. Мы просто сделаем на кнопочку. Будем включать переключатель. И включать вот эту штуку через переключатель. Единственное, надо бы ее куда-нибудь поближе, наверное, сделать. Можно было бы. Хотя ладно, раз у нас переключатель, у нас просто... Ну, давление тут уже постоянно накручено. Особо нам ее регулировать не надо. Пятерочки. Но на баллон вполне хватит. Она просто не будет перекачивать, как та схема. Та схема перекачивает, это никогда не перекачает. Но постоянно нам ее работать не надо, поэтому у нас будет... Логический переключатель. Так, тогда... Тогда можно немножко переделать. Давай сразу тащим стойку для баллона сюда, чтобы знать примерно, как ввести ветку. Стойка для баллона. Она у нас будет где-то тут, по идее. Где-то тут. Ой, что-то я залез-то не туда. Во. Ага, кислород у нас спереди, да, качается. Здесь у нас что? Здесь у нас пропилент. Это надо азот сюда поставить. Здесь у нас ввест. Это значит шлак. Шлак мы пихаем в эту сторону. Значит, можно даже ее сюда поставить ближе. Мы сразу сможем сделать вот эту штуку, да? Блин, второй бы фильтр вместить. Может, мы сюда поставим фильтр еще один? Все это дело застеклим. Блин, очень много места, правда, сжирается. Очень много места. Вот это я вообще хотел заперекрыть. Тогда можно здесь даже стекло, вот это, чтобы все пошло под стекло, вот сюда поставить еще один фильтр. Труба пойдет, этот самый азот тогда. А вот это вот, получается, коридор у нас остается. Тогда. Вест, вот сюда идет, где трубки. Вест подходит вот сюда. Так, а я вылезу потом отсюда? Наверное, вылезу. Ага. А, ну, вест это выход. Нам... Блин, так, как лучше сделать-то? Нам же надо выкачивать из него все, да? Значит, надо давление ставить сюда, для стойки, да? Или он сам будет разбавлять нам. Я что-то... Надо посмотреть там, как у нас. Надо разобрать ту схему. Посмотреть. Там у нас стоит автоматика. Я просто уже давно не строил, забыл. Так, это у нас, получается, вход на кислород. Вход на кислород, вот у нас есть, вот у нас кислородный вход. Почему я здесь провод пустил вот так, а не ближе к по стенке? Потому что трубка. Вот, получается, у нас на кислород пошел. Как раз мы будем здесь и давление сразу же читать. Отлично. Так, трубки не хватило. Но мы сейчас еще... На азот. Здесь мы пролезем? Пролезем. Как раз на азот. Вот так, да? Здесь спокойно стоечка для скафандра. Пришел такой, стоечку поставил. Посмотрел, все ли тут в порядке и пошел туда. Так, да. Пойдем еще трубки возьмем. Просто так громоздкая система. Ну, посмотрим. Сейчас, если не получится, то сделаем ту громоздкую систему. Здесь тогда у нас азот. На пропеллент. Не, можно и не париться. Можно закачивать пропеллент тем же кислородом. Тогда нет вообще смысла ничего тут мудрить с азотом. Просто азот куда девать? Ну, как бы разбавлять его. Давай пока, ладно, сделаем на... На кислород. Кислородом, конечно, то... Ага, мы так не сможем, да? Вот здесь мы сможем только влезть в схему. Ладно, давай сначала вот это подключим. Все, стойку мы будем читать. Если что, стойку мы сможем бжик и туда. Туда, туда, туда. Это я просто... Для чего клапан? На всякий случай, да? Так. Тогда вот эту штуку... Ага, провод тут у нас... А, ну я объединяю просто вот эту с этим. И не парюсь. Я смогу так сделать? Не смогу. Придется париться. А, погоди, я смогу. Ну-ка. Если я вот это просто загну... А, там провод. Тут же надо вот так еще. Так, думаем пока, что сделать с проводом. Что с ним делать? Перегнуть его просто на одну секцию и все. Мы же это можем сделать? Вполне. Просто перегнем его. Чуть более... Вот такой. Во. А здесь поверху? Ну, у нас просто другого варианта нет. Вот так. Здесь вниз уходим. Это очень сложная схема, да? Но зато мы экономим эту. Всю эту фигню с азотом. Короче, мы просто закачиваем сюда кислород тот же самый на пятерочку. Jetpack. На пятерочку сюда. На пятерочку сюда. То есть у нас вот этот клапан один. Он будет контролировать. Я сюда на отсос просто поставить сейчас. На откачку Веста, да? И сделать на автоматик, чтобы он включался, когда тут что-то есть, да? Будет он так работать. Здесь можно поставить тоже откачку, если что-то здесь засралось. Хотя, не знаю, это уже лишнее. В принципе, все готово. Осталось только настроить включение. А кнопочку куда-нибудь можно... Можно вот вместо вот этой штуки сюда кнопку впендюрить. Подошел, такую кнопку воткнул. Все заработало. Но опять же, кнопку нужно одноразово накачать. Пятерочку и все. Я кнопку забыл. Хотя вот эта штука, по-моему, сама по себе качает. Она, по-моему, как насос работает, нет? В любом случае, отсюда у нас пойдет. Сюда раз. Отсюда у нас кислородик два. Оба на пятерочку. Так что все норм. А отсюда Вест будет уходить. А может быть, он сразу в трубу будет уходить? Надо будет посмотреть, там у нас напрямую подключен или нет. Так, здесь у нас все. Можно даже баллон на место вернуть. Единственное, нам нужно что? Нам нужно электронику. Вот здесь, скорее всего. А, здесь мы не сможем. Только на потолке тогда схему делаем. У нас провода есть. Сейчас делаем схему. И у нас тогда полностью баллон готов. Вместе со стойкой. И это уже полдела. Тогда нам нужно... Чип вот-вывод. Обработка нам не нужна. Чип вот-вывод. Сейчас тогда нам его как-нибудь подключить. С одной стороны, немного неправильно. Лучше, конечно, вот сюда сделать чип. Вот вывод. Почему? Да потому что, если что-то не так, мы сможем это починить. А если мы туда уфигачим, у нас разгерметизация произойдет, если мы будем чинить там. Поэтому схему лучше, конечно, в зоне досягаемости пихать. Так, где у нас... Можно сюда, да? Куда-нибудь... Вот сюда спокойно один чип входит. Если даже повернуть... Можно даже вот через эту схему пихнуть. Один сюда, а один вот так. И провода даже зайдут. Тогда сюда чтение. Сюда запись. Все, есть. Теперь это мы отсюда убираем. Память нам не нужна здесь. Будем беспамятные. Можно даже вот эту штуку подключить оттуда. А, погоди, погоди. Я хотел здесь, если что, кинуть. А здесь получится, что вот эта штука пройдет. А, тогда погоди. Блин, здесь просто этот... Очень клево так висит. Очень удобно. Здесь бы переключатель был бы. А, ну пусть висит. Пусть висит. Нам вот эта штука здесь не нужна точно. И вот эта тоже. Нафиг она здесь нужна. Тут ничего, тут все нормально. Сюда как раз переключатель зайдет. Очень даже классно влезет, да? Тут две стойки, манометр, переключатель. Все круто. Вот сюда еще манометр один напихнем. Тогда еще даже легче. Здесь у нас спокойно зайдет вот такой угловой на переключатель, который пойдет. здесь у нас отсюда пойдет. Ну и пошли провода. сюда провод, сюда провод, здесь у нас можно сэкономить. вот так, да? Здесь то же самое. Вот сюда. Здесь. Можно через стойку, а можно стойку нафиг не подключать. Поэтому здесь вот так, здесь четверочка. Так, ну и пошли здесь четверки пихать. Если что, туда пойдет схема раз. Здесь не надо. Здесь можно троечку. Хотя можно и четверку, если вот этот вот отсюда убрать. Это берем, это ломаем. Здесь спокойно входит. А вот здесь то надо как раз их объединить. Поэтому здесь берем четверочку. Здесь мы никак не сможем ничего перекрыть, да? Хотя, хотя, погоди. Оно через вот эту всю... А, нет, подожди, я ветку сломал, да? У нас общая ветка-то откуда шла? Вот отсюда. Вот отсюда питается. Да, тогда подключаться здесь обязательно надо, иначе у нас вот это все вырубается. Тогда здесь получается, что вот так. Все запитано. Туда тоже ушло. Это уже, получается, не надо. Дальше. Вот этот провод нам тоже здесь не нужен. Тройник. Здесь спокойно можно обойтись. сэкономить. Во. Все. По идее, мы подключили. Если что, вот здесь ушел провод. Но если вот прям вот так вот это пока отберем, вот это прям сюда, чтобы давление смотреть в этой стойке. Во, вообще шикарно. Здесь в подстеночку прям клево, красиво, потому что вот это сочетаться будет с переключателем. Эти две на уровне, это два на уровне. Клевая стойка получилась. Запилили. Запилили. И очень даже еще даже инструменты остались. Во. Класс. Тогда у нас здесь сейчас всякий шлак, да? Ну и, понятное дело, оттуда вест выходит. Каким бы он ни был, он будет смешиваться с общим баллоном. Как раз углекислый давая, да? Здесь у нас пойдет чистый кислородик, и сюда тоже пойдет чистый кислородик. Как у нас и там будет стойка. Единственное, что нам надо стойку подключить. Стойку подключить, и все. У нас тогда здесь баллон сейчас ставим. Так, а стойку подключить? Подключить, подключить, стойку подключить. Через верх мы уже не сможем, да? Вот сюда только выйти можем. Тогда здесь угловашка. Вот такая. Гловашка вот такая. Здесь Гловашка вот такая. И здесь Треничок. Правильно? Треничок. Треничок. Все, стойку подключили. Можно смело туда ставить баллон, который туда влезет, по идее. И это все забираем. Все, у нас все клево. Получается, что мы большую-большую работу проделали. Так, это мы на место. Чипы. А, я еще чипы не подключил. А, нет, я чипы подключил. Блин, какая же память, как у рыбки почти. Чипы обработки. По идее, все. Давай вернем туда баллон, резервуар. И можно даже туда закачать. Осталось только настроить кнопку на вот этот. Вот здесь баллон спокойно подключается. Отлично. Осталось кнопку сделать на вот этом. И нам нужно, сколько я там считал, четыре кнопки, да? Поставить четыре кнопки. Осталось еще настроить вот эти четыре кнопки. И все, полностью готово. Ну, я не беру, конечно, в расход, что нам нужно настроить еще поддержание определенного процента СО2. Это уже такое, более тонкое. Но все основные фишки у нас есть. Так, давай-ка мы кнопочку. Кнопочку, логический переключатель. А давай пять. Давай даже шесть, наверное. Там еще какие-то релюшечки будут. Поэтому давайте... Что там надо? Золото. Золото, медь. Давай семь. Вот семь. Там как раз семь будет ровно. Семь штук. Семь штук. Сколько у нас? Тридцать пять проводов. И давай еще провода. Медь, золото есть. На всю катушку провода. Иначе проводов там не хватает. С трубками мы полностью разобрались. Проводов давай хотя бы еще штук. Пятьдесят. На основную электронику должно хватить полностью. И... И радиаторы. Радиаторы где-то внизу. А, еще манометры, да? Там парочку давай. Что нужно было. И радиаторы. И я думаю уже точно в следующей серии мы запускаем корабль. Ну, по крайней мере, у нас топливо есть. Мы его включим. В этой серии я уже не буду это делать. Но, потому что надо еще схемы настроить. А вот в следующей серии мы как раз допилим электронику. И сможем уже подключаться. Здесь спокойно влезает кнопочка. Как раз прям идеалити, я бы сказал. Прям так. Зашел, включил. Она у нас включает вот эту штуку. Если вдруг у нас здесь кончится давление, да? Включил эту штуку. Включил стойку скафандра. Все взял. Ну, и когда уже не хватает. Когда хватает, все. Все клево. Эту штуку не надо включать. Я спокойно дотягиваюсь. Я не ленивый. Так, что еще по переключателям? Переключатель нужно поставить вот сюда. Один. Чтобы включать вот эту, да? Штуку. Вот. Это у нас будет вот это активировать. Что еще? Какой переключатель, где поставить? А, и переключатель один поставить. Ну, я думаю, что я его сюда поставлю. На якорь. Чтобы сразу... Чтобы сразу сел, такой якорь врубил. Потому что, как я понял, как работает якорь. Якорь, это, ну, как бы от своего названия, да? Он нас будет тормозить, либо давать возможность летать. Ну, я так понимаю, это устройство, да? То есть, он будет нам давать возможность летать. А потом, когда нам нужно будет затормозить в космосе, а не лететь, мы его, как бы, там, включаем или, наоборот, выключаем. То есть, вот такое дело. Кстати, мы все зарядились. Очень клево. Очень клево мы зарядились. Смотрите, у нас практически все готово. Основное. Из того, что осталось. Подключить автоматику на вот эту штуку. Подключить автоматику на вот эту кнопочку. То есть, две кнопочки настроить. Подключить автоматику на якорь. Якорь. Соответственно, нам нужно еще два чипа ввода-вывода, где они есть. Чип памяти. Обработка. Переключатель. Неужели кончились? Так, тогда нам нужно еще чипы ввода-вывода. Там я поставил, значит, еще минимум два, а лучше четыре. Тогда еще чипы. Сейчас как раз подготовлю все. И мы в следующей серии с вами настраиваем оставшуюся автоматику. Так, чип-чип-чип-чип, чип-дэйл. Так, ты где? Чип-чип-вот-вывод. Вот лишнее не будет. И все. И все у нас готово. Как-то так, ребят. Продолжаем выживать. Продолжаем строить наш корабль. Очень хочется, чтобы он действительно полетел. Потому что, повторюсь, я видел ролик. Ну, не ролик, точнее. Гиф-ку в стиме, что взлетает корабль. Правда, это было на Марсе. Я надеюсь, что в нашем сценарии Луны это тоже работает. Поэтому будем надеяться, как бы, на хорошее. Иначе, в худшем случае, придется корабль полностью доделать, чтобы он работал. И оставить эту игру до тех обновлений, пока не сделают... Как его? Чтобы летали мы. Так, ну что, я застрял, что ли? Нормально. Вот. И когда уже они сделают, если они это не сделали уже, то я думаю, что в будущем обновление уж точно. Поэтому мы уже заправлены, мы настроены. Осталось там совсем-совсем малость. Поэтому, как доделаем, так взлетаем. Я думаю, надеюсь, уже в следующей серии. Все, ребят. Приходя на следующую серию, мы будем взлетать. Вот. Если получится. Все. Подписывайся, ставь лайк, комментируй. Пока-пока. Продолжение следует...